Мы долго надеялись на помощь должностных лиц, но нам сказали сдать ключи от квартир, что квартиры собственность Запорожской области. Наши семьи произвольно лишили жилья, вот семье. Владимир Владимирович, мы простые граждане и просим вашей помощи. На своем канале я периодически рассказываю о том, как Россия грабит жителей захваченного Донбасса, как отбирают квартиры у жителей Донецка, как уничтожают и разрушают дома жителей Мариуполя, а на их месте строят новые дома, квартиры в которых затем продают россиянам. Но такое происходит не только в захваченном Донбассе. Точно так же Россия грабит жителей и оккупированной части Запорожской области. Причем об этом открыто говорят уже не только люди, простые люди, которые там живут, но об этом открыто говорится даже на российском государственном телевидении в программе у Соловьева. Например, в Мелитополе, который российская армия захватила без боя еще в первые дни войны, местная оккупационная администрация отобрала у людей квартиры в новостройке. История там такая, то есть еще до войны, до того, как город был оккупирован, люди купили квартиры в строящемся доме. Дом строился-строился, был достроен и тут началась война. Зашла Россия, оккупировала город и оккупационная администрация просто взяла, отжала эту новостройку полностью, да, новый дом еще не заселенный, и присвоила его себе. И теперь вот в эти квартиры, построенные, но еще не заселенные, оккупанты заселяют каких-то своих родственников, подельников или там кого-то еще. Ну а законные владельцы теперь, соответственно, просто выброшены на улицу и не могут получить свое же имущество, за которое уже заплатили. В отчаянии люди стали записывать обращения к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, мы простые граждане, участники долевого строительства многоквартирного дома по адресу Запорожская область, город Мелитополь, улица Беляева, дом 70. Мы полностью оплатили наши квартиры по договорам долевого строительства до февраля 2022 года. Застройщик покинул территорию Запорожской области, и дом перешел в собственность правительства Запорожской области в декабре 2023 года. Вот это мне особенно нравится. Застройщик покинул территорию Запорожской области, и дом перешел в собственность правительства Запорожской области. Да нет, застройщик не покинул территорию Запорожской области, его оттуда выжили. То есть пришли оккупанты, и он должен был спасаться бегством. Это называется не покинул. Не просто он захотел и покинул, А пришли бандиты и вынудили его уехать, а его имущество отжали себе. То есть нет никакого законного правительства Запорожской области, которому дом мог даже там теоретически перейти в собственность. Хотя непонятно на каких основаниях. Не существует такого законного органа. Есть оккупационная администрация Запорожской области, которая просто отжала себе чужое имущество. Незаконно его присвоила. Назвайте вещи своими именами. Пришла Россия и вас ограбила. Пришла Россия и отняла ваши квартиры. Говорите как есть. Мы неоднократно обращались с октября 2023 года в исполнительные органы Запорожской области с просьбой решить наш вопрос и разработать порядок передачи нам жилья. Но получили отказ и указание идти в суд, что в нашем понимании вызывает недоумение доказывать то, что и так наше. Многие из нас вынуждены снимать жилье. Нас не допускали в наше жилье с готовым ремонтом до момента обращения во все силовые структуры. Мы пришли в квартиры и увидели, что в них уже делают ремонты и исчезли материальные ценности. Нами оплаченные. Ну и дальше тут по классике. В отжатых квартирах новые хозяева уже делают ремонты, чтобы заселить туда, соответственно, каких-то россиян или каких-то новых жителей из Тувы, из Дагестана или кого-то еще, кого они хотят завозить. Ну, короче, обычное дело. А вы думали, они пришли, чтобы кого-то освободить и защитить? Ага, сейчас. Они пришли, чтобы просто разграбить и захватить соседнюю страну. Потому что ни для чего другого оккупанты никогда не приходят. Мы долго надеялись на помощь должностных лиц, но нам сказали сдать ключи от квартир. Что квартира собственно из Запорожской области. И в декабре 2024 года дом будет сдан в эксплуатацию. А наши квартиры распределены как социальное жилье, и это несправедливо. Вот так вот. Сдайте ключики от ваших квартир, дорогие граждане. Они больше не ваши. Вас от них освободили. Это такая деноцификация просто. Ну и дальше там, понятно, оккупанты рассказывают, что эти квартиры будут отданы под социальное жилье. Но мы-то с вами все понимаем, что в итоге туда заселят кого. Понятно, кого. Каких-то героев СВО, родственников вот этих всех гауляйтеров. Ну и тому подобную публику. Местные средства массовой информации распространили ложную информацию. И сообщили, что дом строится с мая 2024 года. И на него выделены целевые бюджетные средства. Но он был готов к вводу в эксплуатацию в феврале 2022 года. Что подтверждается документами, фото и видеоматериалами. Мы неоднократно просили должностных лиц решить наш вопрос без суда. Но не были услышаны. В настоящее время мы подали иск в суд, где ответчиками являются исполнительные органы власти Запорожской области. И это будет длительный процесс. Уже год в суде не решен вопрос по одной из квартир. Мы два года могли бы жить в своем жилье. Обращаемся к вам за помощью. Для принятия мер реагирования с целью получения нами прав собственности на жилье. Мы простые граждане России. И с первых дней СВО вносим свой вклад в создание мирной жизни в Запорожской области. Наши семьи произвольно лишили жилья в год семье. Владимир Владимирович, мы простые граждане и просим вашей помощи. Вот это вообще шикарно. Они просят помощи у тех, кто это все с ними и сделал. Зачем к ним обращаться? Они же оккупанты. Они же и пришли как раз для того, чтобы у вас все отобрать. Какой смысл записывать к ним обращение? Но это все равно, что обращаться к карманнику с просьбой вернуть украденный кошелек. Окупанты никогда не приходят, чтобы что-то дать, что-то подарить. А сыпать кого-то какими-то богатствами и наградами. Нет, захватчики всегда приходят, чтобы отобрать. И именно это мы видим. Что в Донецке, что в Мариуполе, что в Мелитополе. Причем грабят не только обычных людей, у которых отбирают квартиры. Не только бизнесменов. Но грабят еще и фермеров, у которых отбирают их земельные наделы. И об этом прямо и открыто говорится на российском государственном телевидении. Причем не где-нибудь, а в программе у самого Соловьева. К примеру, на днях об этом как раз у Соловьева на ток-шоу рассказал представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. К сожалению, в Запорожской области у нас участились случаи, похожие на рыдерские захваты. То есть чудным образом объявляется бесхозным предприятие, семейное предприятие. Десятки тысяч гектар, которые это называется бесхозить. То есть когда есть коллектив, люди работают 25-35 лет вместе. Смерш. После этого появляется предприятие Рога и Копыта. Причем предприятие зарегистрировано по адресу. Это адрес массовой регистрации в одном из бизнес-центров в Москве. Я лично туда с юристами ходил, искал. Потому что у нас есть поручение Владимира Владимировича, которое мы выполняем. Искать Рога и Копыта в том числе. В том числе обламывать Рога и закапывать Копыта. И чудным образом эти предприятия не платят потом налоги. То есть они по сути захватывают активы запорожцев. Даже коллаборант, который звал Россию, который поддерживает эту войну, уже просто в шоке от того, беспредела, который творит Россия на захваченных территориях. Какие-то фирмы из Москвы запросто берут, присваивают себе землю украинских фермерских хозяйств. Каких-то семейных фермерских хозяйств. Которые, вот как говорят, да, по 30 лет эти земли возделывали. И вот пришли захватчики из Москвы. И у всех все в тупую просто открыто отжимают. Причем настолько возмутительно и по-хамски, что даже на российском телевидении об этом открыто говорят. То есть вы видите сами, это не НИПСО, не ЦИПСО, не какая-то вражеская пропаганда. Это у Соловьева в студии признают и говорят, что такое творится. То есть и вот вам, пожалуйста, это очередное подтверждение того, для чего на самом деле все это и затевалось. То есть российская пропаганда, российские власти могут сколько угодно ляпать языком про какую-то деноцификацию, демилитаризацию, защиту Донбасса и все остальное. Но вот вам реальность, вот факты, да, то слова, а вот факты. И что происходит? Они приходят и отбирают жилье, отбирают имущество, отбирают землю. Причем отбирают не у каких-то там политиков, да, не у каких-то активистов, которые там занимали антироссийскую позицию. А просто у обычных людей, ну кто владелец квартиры, да, там, Мелитополь, ну это обычные люди там, кто владелец земли, да, фермеры какие-то, которые там жили, коренное население, просто обычный обыватель. И приходят и грабят даже таких. И любой россиянин, каких бы взглядов он не придерживался, да, он может сам себе честно задать вопрос. Вот это похоже на освобождение, да, на защиту людей. Вот защита людей так выглядит. Так себя ведут освободители. Ну и всякий нормальный, честно, адекватный человек сам себе ответит, что конечно нет. Освободители так себя не ведут. Так себя ведут захватчики и враги. И когда российская пропаганда потом начинает задаваться вот этими вопросами, так вот за что гибнут украинцы, мол, за Зеленского, да нет, а вот за вот это. Украинцы воюют за то, потому что они понимают, что там, куда придет Россия, будет вот так. То есть придут и обдерут, отнимут все. Квартиры, землю, имущество, все заберут. Поэтому украинцам не остается ничего другого. Просто выхода нет, кроме как до последнего отстаивать свою землю, свои квартиры, все, что они заработали, все, что у них есть. Как-то так. Подписывайтесь на канал, друзья.